Встреча с херсонцами состоялась в Урбансад. Это такой креативный культурный простор в Херсоне. Сделан на базе бывшего завода Петровского. Довольно-таки интересные мероприятия там проходят. Был, присутствовал весь политический бомонд города Херсона. Выступали вместе с Садовым. Еще его помощники со Львова рассказывали о проблемах города. Я сам думал ему задать вопрос, как они справляются со своими маршрутчиками, чтобы они до позна ездили. И в чем проблема с мусороперерабатывающими заводами, что по всем областным центрам есть проблема. То ли Киев не разрешает приглашать частных инвесторов, то ли они хотят сильно большой процент прибыли. Почему все-таки в мире это развита отрасль и не приходят инвесторы, не строят эти перерабатывающие заводы. Ну а так впечатление от Садового положительное. Не зря его даже блогеры во Львове называют солнцесяйный мэр. Но видите, даже хоть они хотят сарказмом на него что-то сказать, а само словосочетание солнцесяйный, излучающий солнечные лучи, довольно-таки хорошая характеристика. Ну и личное впечатление, конечно, от него хорошее. Видно, что человек ориентируется в вопросах, но сильно занят, потому что, видно, висят над ним проблемы Львова, отношения с центральной властью. Но херсонцев, конечно, было прилично, и все внимательно слушали, присматривались, как будет эта политическая сила, самопомощь, идти на выборы, что будет дальше. Хотя в первой части выступления был микрофон, слабый звук. Хоть тут и выступают рок-группы, и все. Только потом, уже спустя полчаса, включили хороший звук, дали на колонке. Так что смотрите полностью все, что было снято, попробуйте частично, и делайте выводы, потому что все хотят лучшей жизни, и надо выбирать достойных. Возрастание к количеству туринских, которые приезжают в місце, они скорочную возможность переходить к этому месту. И так, паркование транспорта, и чтобы сказать, что в польских автобусах заезжает 50-100 штук, и они стоят по всему центру, перекрывают двух заходов. Как справляется дверь с целью? У Хрисоня есть одно единственное место, где нет парковки, это центральная вина, керевников Верховья есть. И, на превеликий жаль, в польских автобусах не было вопроса, как его решить, или нет ответа на то, как он вы решили. Дякую за ваше запитание. В Украине есть одна серьезная проблема, это отсутствие покарания за порушение и правил дорожнего движения, и в залезе, и другие покарания. Очень часто едешь украинскими местами, и центр города, знак «зупинка, стоянка заборонена», что это означает? Там можно поставить машину, пойти погулять, никто не имеет права идти. Ну, в свете сразу без 100 доларей штраф, эвакуатор приехал и забрал. Нас принесли с этим проблемы, но уже с осени вступает в действие закон, который даёт право муниципалитетам просто приходить, эвакуировать эту машину и присылать штраф, тому порядку будет набагато меньше. Звичайно, что это даст инкульс для строительства паркингу, потому что сегодня паркинги будуть невигідно, потому что, как ты загарантуешь, что там будут клиенты, то можно взять машину пизнак, и никто за это не будет платить. Стосовно туристов, мы в 1100 году начали план сделать багажных улиц, центров, міста, тихо, тихо, тихо. Это заносит великий эффект. Люди приезжают и расточаются в отборных улиц, а в больших местах света транспортную проблему решили очень просто. Преоритетом есть, так, пішо в местах, потом есть велосипедисты, потом гражданский транспорт, а потом уже приватный транспорт. Я считаю, что это ошибка, когда в больших украинских местах начали снищивать гражданский транспорт, и мы надеемся, что приватный перевозник будет качественно выполнен. Мы, например, в этом году в Львове купили 150 новых автобусов, 50 тролейбусов, оплатили уже 30 трамвайов, и мы хотим кардинально вернуть влияние города на все гражданские перевозки. Это при этом, что в электротранспорте 90% ездят бесплатно, а пенсионеры привозят бесплатно в местах, в нашем коммунальном транспортном транспорте, потому что наша задача обслуговывать людей. Можливо, вы знаете, что в Эстонии вообще на родовом уровне приняли решение, что весь романский транспорт в стране между районами должен быть бесплатный, потому что это возможность людям себя гидно почувствовать, ездить, подорожать. Это дает синергию очень большую, потому что если вы приезжаете из одного места больше, то вы должны не тратить деньги, что-то покупать, вы создаете там рабочие места. Из этого выплачиваются подарки. В конце концов вопадку бюджет получает больше денег. Но это должна быть доверия и повага к людям. Мы, например, поставили свою задачу до 2020 года сделать у Львови 226 км окремных транспортных дорожек. Мы уже переехали в месяц рубеж 100 км окремные велодорожки. Для меня это важно. Если делать качественные хитраки, люди будут идти пешки. Если будут качественные велодорожки, люди будут ездить роверами. Если будет качественный гражданский транспорт, а почему пользоваться машиной? Мы построили минулого года окремное трамвайное поле из-за большого спального массива Львова-Сихил в центр города. 11 км. Это больше, чем в всех местах Украины, где все Рокинозавистости разу построили. Люди перестали ездить машиной. А почему? Если ты сидишь 25 минут, ты в центре города, тебя не мучают поставить машину. Тем более, что мы для этой линии начали выпускать в Невинниско-Педлоговый трамвай. Ты сидишь в трамвай. Мира выбирают для того, чтобы он служил для громады, которая его выбрала. Если ему нужно объяснить, я передам ему ваши думки, которые вы звучали? Я поделфоную войскому. Мне нужна важная школа в військовой голове. Побудьте в нашей школе. Что ты делаешь, ты делаешь на нашем месте. Есть. Если вы посмотрите, то у меня был период, когда я был депутатом, и я мав несприйняте месцевой влады. И это меня зарядило так, что я решил плотаться на все, что я стал мером, и всю свою энергию начал прятать на развитие, на развитие. И, в принципе, дай Бог, спільно с Дюйаном, что с удовольствием произошло. Есть еще один выход. Это инициативная группа. Сбирают, находят достойного кандидата на посаду мейского главы. Просула его на посаду мейского главы. А потом уже с ним споряйте. Если бы у вас старого не можно достойно... Хочешь быть мером, будь мером. Иди и делай. Нас же виборы есть постоянно в стране. Нас же не предназначаются до вечного, там, чи депутат, чи мер. Поэтому мецомирская глава не хочет этого делать. Он должен понимать, что ему дихают спину. Это прекрасное место. Оно имеет невероятные возможности. Я своей стороной буду помогать. С радостью, который использует меня. Спасибо. 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 Спасибо.